Девушки отдыхают Я поймаю тебя! Я поймаю всех вас! Всех до одного! Я поймаю вас! Однажды я найду вашу деревню, и вы пожалеете! Что ж, лес по-прежнему на месте. И если вы прислушаетесь, то услышите угрозы Гаргамела. А если будете хорошо себя вести, то сможете увидеть жизнь смурфов. Смурфы Благородный олень Опускай, здоровяк! Хорошая работа, красавчик. Скоро мы полностью запасёмся орехами на всю зиму. Ненавижу запасаться орехами. Особый орех специально для тебя, жадина. Спасибо! Сюрприз! Очень смешно. Что это было? Не знаю! Мей бемоль! Было похоже на горный. Люди! Это странно, что делают люди в этой части леса. Малыш! Папа смурф, какой кошмар! Видели, какой большой олень? Мы поймаем его, ребята, за мной! Все смурфы в порядке? Папа смурф, почему эти люди преследуют прекрасного оленя? Они хотят убить его, смурфета. Убить? Но зачем? Да, зачем? Они охотники. О, эти ужасные люди! Что они о себе думают? Один из них был троюродный брат короля Джерарда, Малкольм Подлый. Он известный охотник в королевстве. Бедненький олень! Мы должны спасти его, папа смурф! Но как? У меня идея! Подними меня на дерево, здоровяк! Что ты собираешься делать? Увидишь! Что? В этот раз хитрец бежал, но ему никуда от нас не деться. Сработало! Ура! Олень, спасем! Смурфета, осторожно! Быстрее, болваны, быстрее! Он не должен уйти. Ты в порядке, смурфета? В порядке. Что случилось с трубачом? Вон он едет. Смурфет, он ускакал. Бедный трубач! Что мы будем делать, папа смурф? Мы должны пойти за трубачом и спасти, пока его не заметили. Я пойду. Я тоже. Это звучит смешно. Но это опасно. Остальные берите орехи и возвращайтесь немедленно в деревню. Да, папа смурф! Мы вернемся как можно скорее. Да! Пока! Будьте осторожны! О, бедный трубач! Надеюсь, они найдут его, малыш. Бесполезно! Эти глупые псы окончательно потеряли след. Придется вернуться в замок и попытаться завтра. Вперед! Да, сэр Малкольм. Уверен, нам абсолютно не о чем беспокоиться, смурфетто. Где бы они ни были, папа смурф и другие в такой же безопасности, как и мы тут. Я даже не удивлюсь, если... Что это? Кто здесь? Это ты! Ты нас напугал! Ты в порядке? Ой, ты ушибся! Бедный олень! Идем с нами в деревню. Мы постараемся тебе помочь. Это недалеко. Идем за мной! Растяпа, поторопись с оставшимися ветками. Я уже иду ловкать. Вот я... Эй, осторожно! О, боже, ты в порядке, красавчик! Наверное, мне лучше прилечь. У меня плохой цвет лица. Но мы же одинакового цвета, красавчик. Наверное, мне тоже надо полежать. Тебе лучше? Бальзам папы смурф из мха поможет твоим ногам. А эти вкусности помогут тебе вернуть силу. Жадина, олени не едят смурф ягодные пироги. Они исключительно травоядные. Это означает, что они питаются только листьями, ветками, цветами и травой. Я точно знаю. Ему нравится. И мне тоже! Не может быть. Ничего не понимаю. Знаешь, жадина, я не могу сказать точно, но этот олень мне кого-то напоминает. Не могу поверить, что эти бестолковые псы упустили его. Но, сэр Малкольм... Хватит! Завтра мы схватим этого чёрного оленя. Чёрт возьми, ему конец! Да, сэр Малкольм. Да, ваше благородие. Прошу прощения, сэр Малкольм, но вы ничего не слышали о короле Джерарде? Нет, миссис Сауберри, не слышал. Я знаю, что не должна волноваться, но это так не похоже на его величество. Вдруг уйти, даже не попрощавшись? У него были неотложные государственные дела. Ясно. Знаете, я так люблю его величество, этого милого маленького механического смурфа, что всякий раз, когда их нет, я чувствую... Да-да-да, миссис Сауберри, я всё понял, а сейчас я должен идти, мадам. Завтра рано утром на охоту. Добрых снов, ваша светлость. Итак, она скучает по тебе, дорогой братец. Знаешь, они зовут меня Малкольмом Подлым. Но как бы они назвали меня, если бы увидели мой последний трофей? Какой трофей? Но самый главный трофей ещё впереди. Чёрный олень. Когда он будет мой, я стану королём. Не правда ли, дорогой братец? С помощью своего магического амулета я превратил тебя в оленя, и теперь твои подданные охотятся на своего же короля. Бедный король Джерард. После завтрашней охоты трон станет моим. А пока что, дорогой братец хороших снов. Где бы ты ни был. Механический смурф. Смурф-робот. Бесполезно. Я должен помочь, пока не поздно. Следы трубача ведут прямо в замок короля Джерарда. Значит, трубач должен быть там. Смотрите, вон он. Это трубач. Папа-смурф. Трубач, с тобой всё хорошо? Я так рад, что нашёл вас. Этот подлый Малкольм похитил механического смурфа и хочет избавиться от короля Джерарда. Что? Откуда ты знаешь? У него волшебный амулет. Он превратил короля Джерарда в оленя. И завтра он собирается поймать его. Оленя, этого не может быть. Если мы достанем волшебный амулет, то, возможно, сможем снять заклинание. Мы смурфим у него этот амулет! Да! Он никогда не узнает, кто смурфил его. Это не опасно? Мы должны попытаться трубач. Мы единственная надежда короля Джерарда. Смурф-робота тоже. Да, вы правы. За мной! Сюда! Идёмте! Ух ты! Какое странное место. Никогда не видел ничего подобного. Животные как будто застыли. Это чучело, здоровяк. А что будем делать, папа смурф? Сначала попытаемся завести смурф-робота. Потом найдём амулет Малкольма. Хорошо. Так. Все поднимаем на счёт три. Раз. Два. Три. Подняли. Жаль, что нет ловкача. Он бы сказал, что делать. А может, если я поверну это? Так, посмотрим. Ты в порядке? Да, мы знаем о коварном плане Малкольма. Нужно отвлечь собак, чтобы мы с трубачом могли взять амулет. Предоставь это нам! Малкольма. Вон он, папа смурф! Я поймаю тебя, Джерард, дорогой братишка. Пошли. А это забавно. Что здесь происходит? Ты не поймаешь меня! А это уже не смешно. Совсем не смешно. Ну-ну-ну, какой сюрприз. Это сюрприз! Где весельчак? О, нет. Надеюсь, вам понравится. Найдите его, болваны! Дверь заперта, папа смурф. Бедный весельчак. Что же мы будем делать? Отличная идея. Здоровяк, попробуй открыть замок. Хорошо, папа смурф. Открыл? Найдите его, бездарные псы! Весельчак? Он должен быть где-то здесь. Весельчак! Иду, папа смурф! Это было действительно не смешно. Поторопитесь. Мы должны отнести этот амулет в деревню. Что такое, смурф-робот? Он сказал, смотри под ноги! Чудесно, смурфы, амулет! За ним! За ним, мой маленький смурф, и скорее яй! Я поймаю! Нет, я! Уйди! Из дороги! Боже мой! Может, мне стоило остаться дома? Помогите! Тяни, смурф-робот, тяни! Всё в порядке? Мы в порядке, папа смурф! Ты всегда можешь на нас положиться, папа смурф! Весельчак, осторожно! Ну, что ж ты наделал? Кто-нибудь видит его? Нет, там внизу очень темно. Что будем делать? Если бы у нас был фонарь и верёвка, мы бы смогли его вытащить. Так чего же мы ждём? Бежим! Осторожно, мои маленькие смурфы. Вот так. Опускай! Стоп! Стоп! Он тут! Кините! Надеюсь, по дороге домой, нас не ждут приключения. Приключения на дороге домой. Миссис Сауэрберри! Сэр! Вы не видели мой амулет? О, нет, сэр Малкольм. Он потерялся. Пусть слуги немедленно проверят все комнаты в замке. О, да, сэр Малкольм. Я должен найти этот амулет. Без него я потеряю власть над Джерардом. Ну что, вы нашли его? Мы обыскали замок сверху донизу, сэр Малкольм. И? Вашего амулета нигде нет. Тогда мы должны немедленно найти чёрного оленя. Сегодня он не уйдёт от меня. Ножницы. Посмотрим, успешно ли прошло лечение. Ура! Ваши ноги уже лучше, мистер Олень. Теперь вы можете возвращаться в лес. Что он делает? Почему? Он рисует картинку. Та-та, похоже на замок. Но что это значит? Что ты пытаешься нам сказать? Подожди, не убегай! Тут ты в безопасности! Вот тебе и благодарность. Как раз на днях я говорил папе Смурфу. Папа Смурф! Смурф-робот! Смурф-робот! Как я рад тебя видеть! Скажи мне, как твои механизмы? Прекрасно, прекрасно! Нельзя терять ни минуты. Мы должны найти чёрного оленя и привезти его в деревню. Но папа Смурф, он только что ушёл. Что? Да, верно. Он ушёлся, и мы привели его сюда и вылечили. Великолепно. Этот олень – король Джерард. Король Джерард? Я же говорила, что он мне кого-то напоминает. Мы должны найти короля раньше охотников. Я останусь тут и попытаюсь найти способ снять заклинание. Ищите его под каждым камнем Смурфы. От этого зависит его жизнь. Да, папа Смурф! Король Джерард! Король Джерард! Растяпа, что ты делаешь? Но папа Смурф сказал искать под каждым камнем. Король Джерард! Король Джерард! Король Джерард! Поторопись, Варчун. Нам надо искать. Ненавижу искать. Где же он может быть? Смотрите. Подожди. Вернись. Они поскакали к оврагу. Бежим! Он побежал туда. Он начинает уставать. Посмотрим. Лекарство от болезни рогов, копыт и морды. От ран на шее. Нет, это все не то. О нет, он в ловушке. Мы опоздали. Мой трофей! Стой, Смирна! Вот оно. Олени Доллар, олени Олениха, пусть начнется изменение. Пусть жестокое проклятие Малкольма прервется, а король Джерард вернется. Что такое? Стреляй в него! Стойте! Не стреляйте! Это я, король Джерард. Ваше Величество. Но, а как же черный олень? Я хочу оставить его в жилых. Да, Ваше Величество. Спасибо, дорогие друзья. Я обязан вам своей жизнью. Если бы не ваша доброта и храбрость трубача и моего дорогого сморф-робота, я бы стал очередным трофеем у Малкольма на стене. А что же станет с Малкольмом? Когда мы поймаем его, я верну ему человеческий облик. Возможно, мой брат усвоит урок после погони от собак. Да здравствует король Джерард! Ура! 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 Вот это я называю жестоким обращением с животными. Смурфы. Авторы идеи по ее и Эван Делборте. Продюсер Джерард Болдуин. Авторы сценария Лэн Дженсен и Чак Менвилл. Режиссер Рэй Петерсон. На русский язык фильм озвучен по заказу ВГТРК в 2010 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова